Всем здарова, с вами Android Android. Сегодня хотел рассказать о выходе игры, которую долго-долго ждали. Но, к сожалению, пока идёт бета-тест, а игра называется Don't Starve. Не будь голодным, если дословно переводить. А сама игра выходила ещё в далёком 2013 году для персональных компьютеров, а позже появилась для консолей компании Sony. В середине 2015 года вышла на iOS. И вот, наконец-то, наконец-то выходит на Android устройствах. Как я сказал, это бета-версия. Для того, чтобы её запустить, чтобы её скачать, нужно заранее записаться на этот бета-тест и качать с плей Google. А теперь по порядку. Игра на английском языке. К сожалению, русского языка я здесь не заметил. А теперь по поводу самой игры. В своё время она получила очень много хвалебных отзывов, когда выходила на ПК и на консолях. Поэтому, думаю, игра офигенная. Давайте по порядку. Кто с ней не знаком, я, в общем, расскажу про саму игру. Что она из себя представляет. Для меня лично эта игра новая. Я про эту игру никогда в жизни не слышал, но знаю, что она популярная. Поэтому я решил обязательно сделать на неё обзор. Она представляет из себя выживалку, в которую вам придётся вот этим главным персонажам выживать в каком-то непонятном мире. Пытаться собирать различные предметы. Использовать, допустим, топор, который придётся сделать из каких-то вещей, которые мы соберём в этом мире. Рубить деревья там, жечь костёр. Постоянно следить за его здоровьем, за уровнем сытости, рассудком персонажа, чтобы не умереть. А помимо этого, на нас будут нападать различные монстры, которые там имеются. Стиль самой игры мне очень понравился. И что ещё мне понравилось, что в самом начале игры имеется заставка, в которой подробно рассказано, как всё произошло. А сама игра сделана больше для планшетов, потому что очень много различных интерфейсов. Элемент интерфейс находится на экране. Поэтому, если у вас есть телефон, лучше играть на планшете. Вот, прикольная и интересная игра. Понравится, думаю, всем, кому нравятся выживалки. Это однозначно. Я даже, возможно, в неё начну играть. Посмотрим, затянет или не затянет. А по поводу плюсов-минусов я говорить не буду. Игра вышла достаточно давно. И тут каждый знает, что если игра представляет, не знает. Ну, ознакомьтесь с ней. Вот. Ссылочку я оставлю, но не факт, что у нас будет работать, потому что это всё-таки бета-тест. Поэтому, если ждали эту игру, то обязательно советую в неё сыграть. А с вами был Андроид Андроидыч. Всем пока!